Поселок Оленьковский, почти граница Тульской и Московской областей. Накануне там с рабочим визитом побывал Алексей Дюмин. Обращение к главе региона стало последним шансом для местных жителей, чтобы решить коммунальные проблемы. Здесь была бы совсем красота. Кажется, в таких местах жить да радоваться. Но людям в поселке Оленьковском не до этого. Масса проблем омрачает существование. На первом месте коммунальные. Течет крыша, невыносим потолок. Видите, здесь все поотцерело, все поотлетело. Видите, обои все вздулись, все висят. И такая же картина здесь в каждой квартире. У одних на кухне, у других в комнатах. В домах по улице Новой крыша течет уже лет 10. За это время жильцы писали жалобы в администрацию Веневского района. Но все, чего удалось добиться, попасть в очередь на капитальный ремонт на 2020 год. Обращение к губернатору стало последним шансом. Наша крыша как решето. Да какое там решето? Прям как хит. Вот течет и течет и не пристает. Где-то дождь. Спасибо, сейчас уже нет дождей. Поэтому мы немножечко подсыхаем. Я поручаю Министерство строительства ЖКХ вместе с фондом Перспектива. И также фонд капитального ремонта, региональный наш. Если по Веневскому району будут отказы по экономии будет определенной, значит, надо непосредственно средства перевести и в кратчайшие сроки сделать этот ремонт. Срок на ремонт трех кровель поставлен до 1 октября. Средства поступят через фонд развития Перспектива, созданный по инициативе главы региона. Кроме того, жители Оленьковского ждали открытия нового ФАПа еще в прошлом году. Но так и не дождались. Подрядчик оказался нечестным. У нас с женщиной был приступ сердечный. Мы ее ждали три часа. Когда приехала скорая, короче, она уже была в таком состоянии. Ее только довезли до больницы, и она умерла. Когда можно было заранее все это спасти человека. Вопрос с ФАПом тоже обещали решить. В Оленьковском живут около 450 человек. Основное население – пожилые люди. Почти каждый в прошлом работал в местном совхозе, пока хозяйство не развалилось. Все постройки в поселке возведены в 60-е годы, когда СПК процветало. Школа тоже. Раньше здесь учились 320 ребят. Теперь только 22. Год назад по просьбам жителей открыли группу детского сада. Отремонтировали 4 помещения. Теперь в планах заменить окна в спортивном зале. Елена Панова, Андрей Куничкин, Вести Тула.